сегодня хочу вам показать интересный топ из вельвета и некоторые обработки декоративных элементов вот так интересно запакован низ рукава использовала я бахрому бахрому которая есть на кромке самой вельветовой ткани и покажу как я это делала вот у меня готовый рукав срезала я кромку с бахромой и буду соединять ее в кольцо и запаковывать срезы аккуратно можно вручную можно машиной строчкой вот что у меня получается после соединяя этот готовый элемент с низом рукава вот таким образом далее этот срез я буду запаковывать косой бейкой выкраивая косую бейку шириной четыре сантиметра из шелка и буду обтачивать получившийся срез вот что в итоге у нас должно получиться аккуратный окантованный срез и теперь получившуюся подгибку я зафиксирую потайными стежками и собственно вот готовый результат обработан низ рукава очень аккуратно необычно красиво мягко никакой толщины выглядит необычно и стильно вот такая вот интересная идея обработки далее покажу вам как я обрабатывала элементы элементы такие необычные квадраты тоже с бахромой и накладываются они и страчиваются на полочку полочка выкраина по косой из двух частей обратите внимание вот у меня такая интересная ткань как я уже говорила в предыдущем видео она слегка похожа на брезент но на самом деле это какая-то модная итальянская марка такая вот интересная структура ткани напоминающая кожу и так срезала я кромку шириной в один сантиметр и пристрачиваю в несколько этапов к моему декоративному элементу вот таким образом для того чтобы у нас получились ровные углы я вот делаю частями чтобы потом эти углы запаковать по косой сложить их и получится аккуратненькие ровненькие уголочки далее на вот углах самого квадрата я подрезаю под углом 45 градусов делаю надсечку и обрабатываю все углы квадрата точно таким же образом это снова же повторюсь для того чтобы красиво выложились уголки и так делаю со всеми четырьмя углами квадрата а чтобы обработать прямоугольник я отдельно отрезаю бахрому вот обратите внимание как оставляя вот такой вот кусочек для того чтобы потом запаковать уголки под углом 45 градусов чтобы выглядело все единой картинкой и максимально были четкие углы и так вот у нас готовый элемент теперь нужно все бахрому всю отвернуть срезать предварительно уголки и после от строчить так уголки я срезала и в уголках где она заканчивается прямоугольник и начинается квадрат я надсекаю под углом 45 градусов углы все отворачиваю запаковываю уголочки вот эти и проложу строчку фиксирующую эту бахрому и вот собственно что у нас получается вот такой интересный декоративный элемент обратите внимание четкие ровные уголки получились все аккуратно выглядит достаточно эффектно теперь нужно выложить на полочку и от строчить по той же строчке которая нас фиксирует саму бахрому вот еще элементы которые у нас будут на спинке это мои неудачные попытки не совсем получались аккуратные уголки поэтому пришлось тут сделать тысячу проб для того чтобы понять как правильно уложить бахрому ну и собственно на тысячу первой пробе получилось очень аккуратно вот у меня готовый топ обратите внимание как запакован низ здесь я вручную подшила далее спинка спинка тоже по косой выкраина вот такие у меня элементы на спинке все очень красиво эффектно внутри подкладка точно также я выкроила по косой без вытачек обработала я без обтачки горловину так как вельвет объемные и я обтачка из вельвета было бы очень грубо поэтому я сделала вот таким образом то есть проклеила горловину долевиком и обработала самой подкладкой так вот у меня низ как обработан аккуратно все запаковано вот разрезы смотрим как они запакованы с изнаночной стороны я думаю очень классно использовать кромку в качестве бахромы при обработке изделий из вельвета получается очень стильно и придает какой-то фишечку интересную самому изделию вот так обработан низ еще раз покажу низ рукава и вот вы можете увидеть уже готовый образ на самой модели в дополнение к топу из предыдущего видео хочу показать вам юбочку из той же плотной скажем так брезентовой ткани под кожу пришлось уж очень постараться чтобы уложить эту плотнейшую ткань и работать с ней обратите внимание по бокам и по верху и по низу пояса вставлена кромка с похромой далее молния прячется в складочку внутри все запаковано вешалочки я сделала из той же ткани что и подкладка на поясе я поставила крючки потайную молнию пришлось повозиться чтобы ее вставить в эту плотную ткань но результат того стоит смотрится очень эффектно не думаю что в носке конечно это будет удобно но так как это дизайнерская модель поэтому ну вот такая вот интересная задумка боковые карманы с передней части уходят на заднюю часть одинаково и слегка задумка такая была чтобы они подтарчивали немножко далее смотрите вот как бахрома на кромке смотрится в отделке на юбке самой и боковые части карманов выкроены по косой а сам пояс выкроен поперек на всех складках я отстрочила чтобы складки держали форму и вот сама модель вот такая интересная задумка вот обратите внимание кармашки слегка подтарчивают смотрится довольно таки эффектно хочу показать вам еще один вариант изделия из такого же плотного материала под кожи с такой отделкой из мятных квадратиков верхушки вытачек слегка стоят поэтому они закрыты вот этим декоративным элементом квадратик я проклеила тонким дублерином все это я подвернула подколола вот такая у меня картина со стороны спинки вот уже пристрочен этот элемент работать с такой тканью конечно достаточно сложно и должен быть опыт чтобы уметь ее обработать и приручить ну и вот готовый результат я показываю вам кнопки кнопки пришиты не насквозь обратите внимание везде по швам от строчка швы на поясе отстрочены в разутюшку далее все это запаковано подкладкой чтобы низ этого фартуха не торчал как вот картонный лист подкладку нужно было сделать немного короче где-то на 0 7 миллиметров для того чтобы она на себя натягивала как бы основную ткань и основная ткань с лицевой стороны смотрелась такой слегка выпуклой вот так я все запаковала по низу везде от строчка повозиться пришлось долго но выглядит все достаточно эффектно вот у меня со стороны спинки как все выглядит молния по спинке для того чтобы можно было попасть в горловину вот так выглядят декоративные элементы вытачки я тоже все отстрочила кнопки еще раз повторюсь пришиты не насквозь а именно к основной ткани только вот такие вот у меня крылышки и из мятной ткани тоже все отстрочено крылышки проклеены тонким дублерином утюгом хочу сказать что можно это все отпаривать но эффекта никакого тут и сам эффект гладких швов и строчек создает сама машинная строчка она закрепляет сразу швы и швы выглядят как бы отглажены можно сказать по ткани строчила я обычной лапкой не использовала силиконовую все очень замечательно строчится вот единственное что эта ткань жесткая и с ней вот немного пришлось повозиться горловину я обработала тоже просто подкладкой я не делал никаких обтачек для того чтобы избежать толщины по линии талии я оставила отверстие и вывернула всю эту конструкцию через это отверстие потом это все зафиксировала ручными стежками и вот готовый результат такого фартука на модели хочу вам показать интересный топ из того же вельвета и с отделкой из черной плотной ткани под кожу обратите внимание как обработаны срезы вельвет сам по себе мягкий но слегка держит форму не стопа я не проклеивала а верхнюю часть топа я проклеила плотным дублерином и соответственно вверх держит форму запаковала все это я подкладкой зафиксировала подкладку к частям топа и только после этого я обрабатывала все срезы самого топа вот этой плотной тканью под кожу заморочиться пришлось хорошо и подумать как все должно быть запаковано идеально чтобы все выглядело единой картинкой из изнанки из лица но результат этого стоил все планки я вырезала отдельно у меня ширина планки в готовом виде должна была быть полтора сантиметра планки выкраивала я по три сантиметра сначала я настрачивала на лицевую часть все планки с изнанки я запаковала такими же планками шириной по три сантиметра и вот такая красота у меня получилось сам не стопа он мягкий а планки форма держащие и в готовом виде смотрится на модели очень эффектно для верхней части топа было достаточно проклеить только плотным дублерином и за счет боковых планок и планки которая идет по верху переда и по верху спинки вся эта конструкция я имею ввиду верхняя часть она хорошо держится и держит форму и держит всю эту конструкцию вот поэтому здесь не нужны были никакие косточки вытачки и все тому подобное а да еще забыла сказать модели небольшая грудь поэтому вытачки сделала совсем небольшие по 4 сантиметра на верхней части топа по полукруглому вырезу сейчас я покажу спереди по всем планкам идет от строчка это обязательно потому что от строчка сама по себе держит вот эту плотную ткань под кожу и удерживает сам вельвет чтобы он не наплывал на планки и планки по всему топу выглядели одной ширины вот обратите внимание вытачки где у меня по верху по полукруглому вырезу их практически не видно и сам полукруглый вырез сделан так чтобы он немножко был как бы выпуклый чтобы не прилегал выкладывался на грудную клетку вот собственно на модели обратите внимание за счет боковых плотных планок держится сама конструкция всего топа вот такая вот интересная идея